Всем привет! Меня зовут Елизавета. Я художник по металлу. Да и по факту тоже. Заранее извиняюсь за большое количество склеек, так как говорить на камеру еще не очень умею. Мне интересны разные аспекты творчества. Вот решила попробовать себя в качестве создательницы видеовлога. Решила-то давно, а вот воплотила задумку только сейчас, весной 2024 года. Хотя события в моей истории повествуют о конце лета осени 2023. Почему так? Никак не могла побороть свои страхи и сомнения касательно данного проекта. Но что же все-таки побудило меня начать работу над данным роликом, пытаюсь объяснить в конце видео. Формат моего видеоблога это не руководство для путешественника или обзор тривиальных бытовых вещей. Это скорее дневник, наполненный эмоциями и переживаниями, фрагменты из жизни художника по металлу. Свои мысли и впечатления записывала еще тогда. Так что тут будет место восторгам и тому самому восхищению, когда только-только попадаешь в новое необычное для тебя место и вокруг все кажется невероятно удивительным. Хочу добавить, что все показанное в этом видео исключительно мой взгляд на действительность, а не истинно в последней инстанции. Ну что, заглянем в черную книжонку? В сентябре прошлого года мы вместе с Артемом уехали из России. Причин было много, но главное, что повлияло на наше решение, мы все еще не нашли места, которое можем всецело считать своим домом. Пожив месяц в Кыргызстане и полгода в Аргентине, перебрались в США, маленький городок Маунтин-Сити, штат Теннесси. Находимся здесь с конца июня 2023 года. Что будет дальше, не знаем. Но этот год раскрыл столько нового, как вокруг нас, так и внутри, благодаря стечению сразу многих обстоятельств, особенно учитывая тот факт, что за границей, как таковой своей жизни, бывали всего один раз и ничего толком не видели. Ну, на эту тему вообще много всякого, что есть рассказать. Быть может, как-нибудь потом. Это время можно назвать переходным. Заканчивается лето, приходит осень. Воздух остыл и посвежел. Уже чувствуются знакомые запахи прелого опада. Ночи становятся длиннее. Далекая луна не спешит показаться, восходя медленно и величаво. Я не ранняя пташка. Оттого мне особенно приятно видеть, просыпаясь, нежное золото утреннего солнца. Иногда я замираю и не могу насмотреться на игру света и тени в листве, траве, воде. Ощущая всем нутром живое дыхание природы. А еще утренние туманы могут впечатлить не меньше солнца. Все дышит, живет, стремительно меняется, отчего еле поспеваешь за ритмом природы. Но одно неуклонно нависает над образом жизни. Темная половина года уже в разгаре. Эти несколько месяцев мы живем в самом типичном американском трейлере для путешествий с шиком, так сказать. Пока он кажется очень комфортным, но еще предстоит зимовка. Так что окончательные выводы буду делать позже. На самом деле мы уже перезимовали и даже дважды переехали. Вот это место нашей прежней стоянки. Остатки былой роскоши. Такие импровизированные стеллажи. Тут вот была вода подключена. Электричество с мастерской. Собственно, стена мастерской. Ну, причина, по которой переехали, это отсутствие септика, отсутствие нормального туалета. Пока не было туалета, у нас тут просто валялась труба, куда уходили воды с мойки посуды. В общем, технические воды. Туалетом не пользовались. Пользовались вот в той студии летним вариантом. Ну, собственно, сам трейлер. В основном они все белые, потому что он железный, стенки тонкие, нагревается очень хорошо. Хотя бы компенсировать немного цветом это дело. Ну, сначала посмотрим снаружи, что тут есть. Вот, например, тент. Это уже не родной. Мы с Артемом сшили его, потому что прежний превратился в труху. Местные ураганные ветра его просто разорвали в клочья. Собственно, это наше новое место стоянки. Трейлеры еще не закончены. Тут еще обживаемся потихоньку. В трейлере есть хранение наружнее. Там здоровенно и здоровенно в глубину. Собственно, тут всякая обувь, чемоданы, темины, запасы газировки. Здесь у нас система, которая цепляет трейлер к машине и газовые баллоны. Они вот в этом чехле. Да, в трейлере есть газ. Отопление газом. Готовишь на газовой плите и вода греется тоже газом. Тут вот находятся два баллона. Где-то литров по 15 примерно. В принципе, хватает зимой. Хватало их на две недели активного пользования. Летом месяца на полтора. Заправить один баллон стоит от 16 до 18 баксов примерно. Так что считайте сами, выгодно это или нет. Ну, мы еще электричеством дотапливали. Тут вот еще аккумулятор стоит в защитном коробе на 12 вольт. Тут, в принципе, часть проводки на 12 вольт, часть на 110. 12 вольт ты запитываешь от аккумулятора, а 110 от розетки. Да и лампочки, в принципе, они выглядят как автомобиль. Видимо, чтобы вся система удобно работала. Стоим под деревьями, потому что летом тут будет очень жарко. Коммуникации вот. Закопаны под землю. Провод электрический тоже с мастерской, которая слева. Вода. Тот же принцип колонка. Тоже труба проведена с мастерской. Ну и, собственно, септик, канализация. Там закопан огромный бак здесь же, под трейлером, считай. Мы наслаждаемся цивилизацией. Утепление тут, ну, символическое. Ну, зимы довольно мягкие. Хватает, в принципе, даже и такого. Просто ничего не закопано, все на воздухе и не замерзает. По поводу воды. Здесь скважина, она наверху. На самом верху, где главный дом стоит. И с нее идут трубы и такие колонки. Тут их много по всему участку расставлено. В принципе, система удобная и вода чистая. Вот здесь вот находится вода. Вернее, горячий бак с водой, который греется газом. Такая вот система. Там горит огонек. Это пилот. В принципе, тут стоят, я так понимаю, датчики температуры. Когда вода остывает, он автоматически зажигается и горит. Собственно, сделаю подсъемку, как это работает. Как зажечь и как оно вообще греет. И, кстати, забыла сказать, что где-то вот здесь находится сам обогреватель газовый. Тоже там огонь зажигается. Воздух тянет снаружи. Прогревает. И внутри тепло. Есть вытяжка. Тоже уже все залатанное и переватанное. Все-таки трейлеру 20 лет. Многое уже пришло в негодность. Ну, работает. Вытяжка работает. Прикольная штука, что вот здесь вот уровень встроенный, который по горизонтали помогает выставить трейлер. Но второй плоскости уровня почему-то нету. Тут вот раньше были кронштейны встроенные, но они отвалились уже от старости и от количества переездов. Так что у нас трейлер стоит на бревнах. Недавно поставили. Это еще не финальный результат. Еще придется регулировать то, что он просаживается потихоньку. Из-за того, что мы все уже по сто раз переделали, я буду показывать параллельно видео, как это было в оригинале. Я откопала старый-старый ролик от производителя этих трейлеров. Я думаю, это будет интересно. Ну что, пойдем внутрь. Проведу вам рум-тур по трейлеру. Тут у двери такая интересная система. Опа, сеточка. И чтобы дверь не долбасила, тут вот у нас одной рукой-то непросто. Вот, тут такая штука держит дверь от ветра, чтобы она не закрывалась. Замок вот тоже есть, за щелочку. Присутствует. Ну что, пойдем. Заходим в прихожую. Тут у нас кухня. Собственно, столешница для приготовления пищи. Столовая-мой рабочий кабинет. Спальня. Она же кинотеатр, она же гостиная. Да. Ну и дверь в санузел. Совмещенный санузел, между прочим. Честно говоря, пришлось даже поднапрячься, чтобы нарыть хоть какую-то инфу по характеристикам этого трейлера. И неудивительно, ведь он 2003 года выпуска. На кривом скане какой-то ксерокопии я нашла общую длину трейлера снаружи. 25 футов 90 дюймов. В переводе на метр это примерно, если округлить, 7 метров 90 сантиметров. Внутри, разумеется, он меньше. Предназначался для временного проживания 4 человек. Это видно по планировке и наполнению. Ну, у нас ничего не остается в первозданном виде, мы все переделываем. Теперь по порядку посмотрим. Собственно, прихожая мизерная. Ну, хватает на двоих в принципе пространства. Тут еще хочу сделать как-нибудь обувницу, чтобы обувь хранить. А так обувь храним в нижнем ящике. Вообще здесь здорово, что организовано много мест для хранения. Плита газовая, как я уже говорила. Три конфорки. Готовить удобно. Духовка тоже хорошего качества. Вообще у меня такой хорошей плиты и духовки в жизни не было. Честно говоря. Раковина тут тоже добротная. Их тут две. Собственно, подразумевается, что вот эту вот штуку ты берешь, ставишь ее сюда и тут вот готовишь. Но... А вот здесь вот, кстати, был диван. Здоровенный. На нем можно было спать. Собственно, мы его тут же там в первую неделю убрали. Тема сейчас мастерила этот стол тире полки, чтобы тут и готовить, и хранить барахлище. Потом сшили шторку, чтобы тут тоже это... прикрыть непотребство и бардак. А эти раковины используем для сушки. Одну из них для сушки, а вторую, собственно, по назначению. вытяжка. Работает. Имеется. Свет. Даже. Помимо этого. Микроволновка. Ну, вроде бы как встроенная, но это обычная микроволновка. Тут такие панельки незамысловатые. Сначала тут была другая, так сказать, родная, оригинальная. Ей было 20 лет. Она откинулась, и мы купили новую. А это вот Темыч где-то вызнал, что вот так бананы дольше хранятся, так что теперь они у нас на крюке висят. Холодильник тоже уже не родной. Он тоже сломался. Он практически сразу был сломан. Так что мы заменили его на другой поменьше. Он был по акции, потому что здесь вот вмятинка, поэтому подешевле. И у нас образовалась над холодильником такая вот полочка. Она гораздо больше, чем кажется. Там хранение всего-всего, специи всякие, масла. Ну, холодильник маловат, но есть еще один большой в мастерской, так что, в принципе, нам хватает. Здесь вот раньше было два таких дивана. Один из них Темыч сразу убрал в первую же неделю, а стол был повернут вот так. И, собственно, вот следы от ножки. Теперь ножки находятся вот здесь. Ну и вот это теперь мой как бы кабинет. Тут же мы едим, используем раскладной стул, чтобы вдвоем сидеть. Работаю на этом вот диване. Не очень удобно. Хотелось бы тут организовать нормальное рабочее место, чтобы сидеть. И стул поудобнее. Ну, посмотрим, как пойдет. Конечно же, ковролин. Это же предмет роскоши. И это же у нас спальня. Кровать нормального размера, полноценная. Два метра где-то на метр сорок. Под ней здоровенное хранение. Так что хранение тут вообще полным-полного. Под этим диваном тоже хранение, как было и под вторым, но мы столько не используем. Нам столько не надо. Потому что вот здесь, вот здесь все в хранении. проектор. Приспособили вот эту штору, которая как бы отделяет спальню от джоу пространства. Теперь это у нас штора и кран. Мы используем такие вот распорочные палки. И смотрим по вечерам кино. Собственно, отверстие не по размеру, потому что до этого был другой проектор. Он идеально вставал в него, но, увы, сломался. Так что пока так. Изголовья вот этого тоже не было. Здесь просто была стена. Хотя изначально в новой версии этого трейлера оно есть. Но это вот Тема сделал. Нашли в секонд-хенде ткань. Паралон у нас тут был. Фанера была. Такой вот изголовью. Даже с подсветочкой. Плоскутные одеяла тут весьма-весьма востребованы. Они в каждом доме. Это неотъемлемая часть ополачьской культуры. Стараюсь украшать пространство, как могу. Полку вот сделала. Всё вот это наполнение, это всё тоже секонд-хенд. Вообще там целая вселенная. Если хотите об этом поподробнее, пишите. Сниму, покажу. Вот здесь вот тоже окно. Мы его зашторили такой босяцкой шторкой, потому что прям в глаз бьёт. Но для проветривания прям шикарно. Летом тут вообще мы все окна открываем на распашку. И ночью спим с открытыми окнами. Очень свежо. Вот здесь вот и находится обогреватель газовый. Сама система. Раньше тут был диван. Он прикрывал всё это дело. Сейчас вот такая голая, некрасивая штука образовалась. Видно, что куски линолеума вон торчат. Может, потом как-нибудь мы заделаем. Сейчас пока не до этого. Тут у нас обычно корзина для белья стоит. Но сейчас она наверху, там где стиралка. Наглядно, как работает система. Вот сквозь эти решётки идёт уже тёплый нагретый газом воздух. И они соединяются при помощи труб под полом. Одна там и одна ещё в санузле. И сами трубы тоже тёплые. То есть полы греются. Но зимой полы довольно холодные, потому что под трейлером ветер ходит, гуляет. Там надо тоже зашивать. Здесь вот обогреватель регулируется. С помощью вот этой штуки выставляешь температуру, какую надо. И он также будет её поддерживать. То есть включаться-выключаться периодически. Вполне себе экономно. В пару к газовому обогревателю у нас вот такой вот масляный, электрический. Зимой хватало прогреться. Несмотря на то, что тут колоссальные теплопотери из-за тончайших стен и окон. Ещё кондиционер тут присутствует. Он в потолке. Пожелтел уже от времени. Старенький. Но работает исправно. Стены довольно-таки тонкие. Где-то сантиметров пять, может быть. Утеплены чем-то вроде минеральной ваты. Окна, соответственно, сами видите в одну эту. В одно тоненькое, тонюсенькое стекло. И что интересно, каждое окно практически по-разному открывается. Несколько систем разных, как открыть окна. Я не знаю почему. В чём смысл? Вообще непонятно. Ещё здесь была расположена здоровенная старая магнитола. Тёмыч её выкорчевал, поменял на более компактную, но дешманскую. То есть она всего бакс стоит. Так что качество не очень. А так тут можно видеть колонки в потолке. Стереосистема самая настоящая. Четыре штуки. Тоже не очень хорошего качества. Но я думаю, если поменять, тут будет вообще зашибись. Вот это вот финская салфетка производства Финляндии. Я её как-то нашла на Авито. До того она мне понравилась, что я её как картину использовала ещё в России. И потом провезла с собой сквозь пять стран. И теперь она здесь украшает трейлер. Трейлеру уже чуть больше 20 лет, но вы можете сами видеть, что тут довольно-таки комфортно. Для 20-летней давности тут можно сказать лакшери-ремонт. Ну, правда, всё такое устарелое, роскошное, чересчур. Мне, конечно, вся эта золотая роскошь, гобелены не очень нравятся. Вот, ручки тут золотые, всё вот это вот, стены бежевые, роскошные обои вот здесь. Не люблю это дело, но пока нет времени это всё перекрашивать, переделывать. Посмотрим, может, переделаем. Тут вот у меня маленький уголок красоты. Я его периодически меняю, ставлю тут что-то сезонное, можно сказать. Смотрю, любуюсь, и это радует мне глаз на фоне золота, роскошества и бежевых стен. Здесь вот тоже были золотые светильники роскошные в классическом таком стиле. Я их переделала на свой лад, добавила два разных варианта вместе с кронштейном под шторы, два в одном. А второй светильник он такой имитирует старинные светильники, когда свечка перед зеркалом, чтобы это ярче горело. Тут вот у меня тоже уголок красоты, стекляшки. Стекляшки я обожаю. Покажу, почему. изъя красота, шоколки. Ну что, пришло время посмотреть санузел наконец-то. открываем эту роскошную золотую ручку сразу тут и туалет и раковина эту полку я тоже сама сделала потому что до этого здесь была откидная но крайне крайне неудобная широченная и было невозможно пользоваться она у нас просто проста его так сказать без дела так что артем нашел секонд-хенде случайно эту полку за 2,5 бакс она конечно выглядела совсем не так на ней было 5 слоев краски я три дня где-то с ней мучилась переделала в общем теперь наслаждаемся красотой здесь вот у нас до места мало здесь вот у нас душевая она же как бы мини ванна тут можно сесть хранение всякое под шампуни сам душ напор воды довольно неплохой покажу как это работает слабого напора но бак малова слабого напора хватает где-то минуты минут на 5-7 а сильного так и вообще минуты на 2-3 хватает ну нормального такого напора воды все это дело пластиковое она уже пожелтела от времени мне нравится что здесь присутствует такое вот окно зенитный фонарь называется принципе довольно таки светло днем ну ванна уже повидавшая виды уже начала там маленько трескаться тоже такая вся затертая драйла драйла так и не смогла вывести в идеал шкафчик зеркало шкафчик как в американских фильмах там деление под таблетки классная штука это вот это вот вытяжка с окном тоже там куча дохлых мух я боюсь это все трогать там все пластиковое старое очень очень хрупкая так что наслаждаемся видом мух зато вытягивает всю влагу вообще здорово тут вот еще здоровенный шкаф для хранения одежды у нас там большая часть одежды наверное хранится в этом шкафу глубоком один вот такой маленький обогреватель плюс решетка зимой отопление газом туда просто сауну делают хватает нагрева в общем а за обогревателем вот там вот как раз находится бак с горячей водой как вы могли заметить у этого сортира нет бачка все потому что вода здесь подается сразу напрямую с трубок вон тех и воду ты себе наливаешь сам сам спускаешь сам наливаешь вручную вот тут можно увидеть такую систему как это работает либо нужна либо ручная собственно спускаем наливаем как то так ну для портативного сортира вообще отлично грех жаловаться долго оттягивала этот обзор потому что мне хотелось побольше на фарш мачить так сказать всякими переделками трейлер ну хотя бы так что тут скажешь хотелось бы конечно тут вообще капитально все переделать но с другой стороны даже в таком виде согласитесь целый дом для путешествий с комфортом это вообще что-то запредельное по нашим меркам по крайней мере ну я бы не отказалась в таком жить и по всему миру путешествовать что думаете темочка купил машину с аукциона только пригнали собственно причина по которой ее можно было взять за дешево она побитая слегка но темыч у нас рукастый все подержанные машины внутри как будто что-то с кем-то произошло так что теперь мы автовладельцы в америке шучу конечно на самом деле темыч драйв этот свинарник несколько часов хорошо что в доступе был промышленный моющий пылесос и еще машинка с щетками насадками а то пришлось бы туго так или иначе машину артем привел в порядок восстановил побитый бампер при помощи пайки пластика тщательные шпатлевки шлифовки и покраски а капот было решено приобрести новый так как у этого при столкновении ушли крепления и править его слишком долго и сложно а время стоит дороже чем готовая деталь главное что теперь мы на колесах пока ездим с русскими правами штате теннесси разрешено водителями в течение шести месяцев с момента прибытия в страну так что скоро нам уже идти на сдачу экзамена для получения местных прав а вы знали что в америке собаки водят машины да да это чистая правда привет ты рад наверное да такая машина шикарная ну в добрый путь у нашего друга джона который пригласил пожить и поработать у него две мастерские одна наверху старая которой джон работал все годы что жил здесь а вторая новая ее он еще заканчивает но здесь уже есть все необходимое для комфортной работы заходим смотреть мастерскую такое большое помещение с огромными воротами и оконами открываешь ворота и считай как на улице работаешь много свежего воздуха можно сквозняк себе устроить при желании в целом набор инструментов довольно типичный для нашей профессии что бросилось глаза первым делом так это богатый арсенал механических прессов как ручных так и ножны сборочный стол тоже отличается от привычных нам сюда также вставляется подкладной инструмент для гибки или фиксации деталей горны есть как угольные так и газовые используется кокс но какой-то он странный мне от него прям плохо плохо уж не знаю маленький газовый горн газ для горнов которые закреплены на одном месте используется из кокгольдеров тут вентиляция для угольного горна удобно что все они на колесиках мой рабочий стол тоже кстати мобилен и это оказалось весьма удобно в большой мастерской многое передвигается что гораздо сподручнее чем бегать от одного к другому для ковки много всего всякие конуса наковальни всех видов кузнечные политы один молот второй этот вроде из Европы из Англии что ли приехал такая вот бильятинка ленточная пила вот недавно приехала шикарная вещь то что тут стоит погрузчик это нормально иногда тут даже трактор стоит бывает и такое пространство так сказать позволяет использовать в дальнейшем Джон планирует сюда кран-балку крепить так что я думаю погрузчики перестанут в кузнице стоять огромное количество инструмента здесь пневмо поэтому в обеих мастерских компрессоры стоят мощные есть и пневмо болгарки и граверы в общем чего только нету смертельный станок что еще нетипично для наших мастерских отсутствие бытовок конечно здесь частная мастерская в Аргентине также мы жили и работали у кузнеца с мастерской в двух шагах от дома но у моего мастера у которого училась к примеру кузнеца находилась вплотную к дому на частной территории что не помешало ему обустроить себя аж две бытовки одну через стенку от цеха а вторую в подвале дома возле бани зимний вариант в общем я думаю что это как раз культурная особенность у нас как-то не принято таскать рабочую грязь в дом да и от плотных обедов в расслабленной обстановке в разгар трудового дня мы тоже отказываемся дабы не падала продуктивность Артем сейчас работает наверху он уже вовсю приспосабливает мастерскую под свои нужды так что она почти не сохранила изначальный вид но есть несколько снимков с первых дней здесь я и джон внизу он все еще налаживает часть оборудования меняет местами в общем тоже делает удобнее иногда я хожу наверх потому что некоторые необходимые оборудования все еще там сказать что мне нравится творить среди гор ничего не сказать я наслаждаюсь окружающей красотой природы и вдохновляюсь ее образами джон переехал в аповачские горы будучи еще юным ему тогда было 28 лет уже больше 30 лет он живет здесь занимается металлом растит овец одно время выращивал чеснок на продажу и все время что-то строит и облагораживает участок у джона свой неповторимый стиль больше всего ему нравится импровизировать создавая скульптурные композиции в моменте весь его дом украшен работами и все время и все время Сейчас он бросил все силы на доведение до ума новой мастерской, которую устроил на протяжении пяти лет. Джон – профессиональный музыкант, любит играть музыку даже на наковальне. А на всех джемах, несомненно, является завсегдатаем. Его жена Нэнси – дипломированный специалист по лечебному массажу. В нее своя студия, где идет прием клиентов. Нэнси помогает им быстрее реабилитироваться после травм, операций и прочих недугов. Она очень любит общаться с животными и заботится о них. В доме живут три собаки, две кошки, во дворе содержатся овцы, еще есть две лошади на постой. Огородный сезон Нэнси тоже не пропускает, так как любит выращивать овощи, ягоды и зелень к столу. Еще Нэнси любит создавать уют в доме, готовить интересные блюда и лепить из глины. Верховая езда была для Нэнси одним из любимейших хобби на протяжении десятков лет. Но чуть больше года назад она упала с лошадью и очень серьезно травмировалась. Сейчас уже все хорошо, но страх снова сесть на лошадь остался. Нам часто помогают местные люди, за что мы им очень благодарны. Вот, например, Сьюзан, которая в приглазе нас еще до нашего прибытия сюда. Вместе с мужем Майком они подготовили трейлер, снабдив его всем необходимым на первое время. Сейчас она помогает связываться с арт-галереями, чтобы выставлять наши работы в них, так как знает, как тут все устроено и тоже участвует в выставках. Она часто зовет нас с собой в походы, показывая самые красивые и укромные места для отдыха. А еще консультирует по вопросам, связанным с медстраховкой, так как здесь тоже не все очевидно, много подводных камней. Не перестает передавать одежду и всякие нужные вещи для быта. В общем, нам даже неловко принимать столько помощи от, казалось бы, незнакомого человека, так как мы оба привыкли жить обособленно. Но Сьюзан настаивает, говоря, что помощь другим людям делает ее и Майка счастливее. По профессии Сьюзан – медсестра, а по призванию – швея. Освоила ремесло еще в детстве. На протяжении жизни совмещала обе профессии, но душой отдыхала только в моменты, когда шила. Работала на заказ, а выйдя на пенсию, занялась шитьем лоскутных одеял, что до сих пор приносит ей доход и удовольствие. Это действительно красивое ремесло. Полное творчество. Майк тоже творческая личность. Он мастер по дереву. Одно время строил дома. Дом, в котором они живут со Сьюзан и двумя милыми собаками Лили и Салли, он построил сам. Мебелировал и украсил внутри. Если хотите экскурсию по его мастерской, пишите в комментариях. Напрошусь в гости. А еще он играет на контрабасе. Иногда мы собираемся в рабочем домике с Сьюзан, чтобы поужинать вместе, пообщаться и послушать музыку. Тут вот отдельно дом. Отдельно маленький домишко с прачечной и складом. Там всякие ткани хранятся. Сушильная, стиральная машина. Все по уму. Мне очень нравится этот вид. Иногда я его фотографирую, когда сюда приезжаем на закате. Культ покоса газона. Обожаю косить газон. Он там что, едет? Но каких-то показалось, что ли. Вкусная мятка. Одно из открытий для меня было то, что лошади, ослы и мулы, они едят мяту с большим удовольствием. Никогда бы не подумала. Она такая горькая. Давай, давай, давай. Эй, эй, эй. А, молодец. У них копыта в ужаснейшем состоянии. Хозяин не следит. Смотрите на эти тапки. Кошмар. А, все, больше ничего нету. Я несу им еще. Благо Сьюзан выращивает вокруг дома просто плантацию этой мяты. Будет ли барашек? Ха, он не жрет. Показываем американцам, как печь блины. Они даже записали рецепт. Показываем американец. Что ты думаешь, это лучше? Я думаю, что урожай будет лучше здесь. Потому что урожай и урожай – это же тона. И урожай – это лучше. Спасибо. Это цветы и деревья. Это хайкан. Это хайкан. О, да? Это мишмин. Он любит бить. Кану. И вот этот, вы видите, как это меняет? Ты знаешь, ты видишь, циркл здесь, и ты видишь, циркл там. Я люблю это. И потом ты видишь, другую циркулу, я люблю циркул. Да, я люблю это. Это красиво. Как пейтинг. Ткацкий столок тут у них. Дважды отмеряю, один раз отрежь. Почти как у нас. Природа тут шикарная. Чего говорить, вокруг гор не спроста, ведь обычно зарождаются очаги туризма. Здешние горы называются Апалачи. И они старые. Высочайшая точка всего 2037 метров. Так что гулять по ним очень комфортно. А еще это юг. Средняя температура зимой всего минус 10 градусов Цельсия. Редко бывает снег и холодный сезон короткий. Летом жарковато из-за влажности. Плюс 27 ощущаются тяжелее, чем в московском регионе. Я прочла, что тут норма это осадки и постоянная облачность. Но то, что наблюдала на протяжении нескольких месяцев здесь, так это много солнца, тепла и сухих троп. В горах, естественно, очень переменчивая погода. Вас может в любой момент накрыть облаком. Но я пока только в восторге от этого, потому что густые туманы выглядят действительно волшебно. Осень настала тоже безумно красиво. Многоуровневые леса пестрили листвой. А когда суровые ветра почти все сдули, видимость вдаль улучшилась, открывая взору новые детали скалистых склонов. Вот так вот ешь, а там это. Необычным для меня было то, что местные заботятся о природе вокруг них. Здесь не все территории принадлежат государству. Многие парки, поля, озера находятся в частном владении. Это не значит, что попасть туда нельзя. Они открыты к свободному посещению, но с некоторыми правилами, помогающими сохранить природу. А еще дороги, улицы и все места для общественного пользования содержатся в чистоте и порядке. Ты можешь пройти километры совершенно диких троп в горах по идеально отсыпанной дорожке и не встретить на пути мусора. Его убирают сотрудники того или иного парка, волонтеры или сами путешественники. Асфальтированные дороги тут ведут реально в любую глушь. А где их нет, отсыпанные и выровненные грейдером грунтовые. Большинство местных людей относятся к природе с глубоким уважением. А уход за национальными парками создает дополнительные рабочие кадры. Вообще, если говорить о работе, то меня до сих пор шокирует, что здесь ты зарабатываешь настолько хорошо, насколько работаешь. Я сейчас рассуждаю о том, что вижу именно здесь, в Маунтин-Сити, штат Теннесси. И наблюдаю иногда в ближайших штатах, Северная Каролина, Вирджиния. Присутствует некая честность в этом плане. Любая работа оценивается по достоинству. Все, что тебе нужно делать, это просто не лениться. Ну прикиньте, да? Этого достаточно просто делать свою работу, чтобы иметь с этого нормальные деньги для хорошей жизни. Я думаю, что именно за этим люди со всего мира и стремятся попасть в США. За стабильной и предсказуемой жизнью. Ты всегда здесь знаешь, что тебе хватит заработанных денег на все траты первой необходимости. Внезапных перемен не случится. А местные жители так и вообще могут спокойно строить планы на годы вперед. У меня просто разрыв шаблона. А что, так можно было? Оказывается, да. Это вот местная почта России. Снаружи. Обидно планы… Что важно для меня озвучить, если у вас есть хоть малейшая возможность выехать за границу и посмотреть на то, как там живут люди, сделайте это. Вас удивит, какой может быть жизнью абсолютно таких же людей, как и мы. Если попадете в развитую страну, то удивитесь высокому уровню жизни, огромному количеству благ и уверенности в завтрашнем дне. Если попадете в бедную мирную, то вы тоже не останетесь разочарованы. Самые счастливые люди живут именно там. Они вообще ни о чем не парятся, вечно на расслабоне, никуда не спешат и наслаждаются тем, что имеют. Почему? А по-другому никак. Если хочешь чувствовать себя нормально в плохих условиях, то просто принимаешь их. Я, конечно, еще не во всех странах побывала, но некую закономерность начинаю наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу немного рассказать о местном фестивале Trade Days. Я думаю, все знают, что коренные жители Северной Америки – это индейские племена. Апалачские же горы населяли преимущественно Чироки. А первыми европейскими переселенцами были в основном шотландско-ирландские пресвитериане из Северной Ирландии и немцы из Пфальца с берегов Западного Рейна. И, конечно же, в этих краях не обходилось без торговли. Trade – это некорпоративное сообщество. Обычно его считают старейшим населенным пунктом Теннесси. Ведь он основан как торговый фортпост аж в 18 веке, созданный для коренных американцев, первопроходцев и торговцев мехом. Trade был расположен на старой тропе Буйволов, которая являлась самым простым маршрутом через горы на запад, пролегая между горами Снейк и Рич. Сейчас же это площадка для фестиваля, называемого Trade Days, то есть Дни Торговли. Он длится три дня, проводится каждый год в июне, начиная с 1989. В этом году, правда, проходил в середине сентября. Trade Days посвящены аппалаческому искусству и ремеслам, а также культуре коренных народов и истории быта переселенцев. Здесь также можно полюбоваться индейским танцевальным конкурсом-представлением Пау-Вау. Эта встреча, дающая возможность пообщаться, потанцевать, спеть и почтить свою культуру. Причем Пау-Вау может быть как маленьким и закрытым, так и большим, как на этом фестивале, и даже многодневным. Мне очень понравился конкурс традиционного костюма, песни и народные индейские танцы. Взгляните на эту девушку. Она просто сияет и движется, словно ветер, играющий осенней листвой. Есть и обалденный женский костюм, расшитый колокольцами. Не могу не подчеркнуть одну схожесть с нашими историческими фестивалями свободного формата. Если приглядитесь, то заметите, что некоторые к созданию своего костюма отнеслись не очень тщательно. Также меня печалит, что обрамляют такие роскошные костюмированные выступления, неаутентичные тенты и всякий кислотный пластик. Ну, что есть, то есть. На фестивале также проводится ярмарка ремесел, продажа домашних животных и всякие увеселения. В целом, взглянуть на местные гуляния было интересно. Хендмейд. Если у нас нормальное явление выходного дня – это дача, то здесь лодки. Вернее, это больше напоминает дома на воде – комфортабельные многоуровневые судна, без особых сложностей и ограничений в управлении. На те лодки, что стоят и ходят по озерам, не нужны никакие водительские права. Некоторые из них и вовсе напоминают жилые дома, включающие в себя все удобства, поэтому здесь присутствует и такой тип жилья. Арендуешь место для постоя, включающие в себя трубы для подачи воды и канализации и возможность пользоваться электричеством. Ну, и стоишь с прекрасным видом на озеро, с возможностью по нему ходить, рыбачить и наслаждаться природой. В общем, жизнь интересна у живущих на воде, я думаю. У Джона тоже есть лодка. 1974 года выпуска и носящее гордое название – Hole in the Water. Но она больше напоминает мне старую бабушкину дачу. Маленькая и уютная. И пахнет точно так же. Маленькая и уютная. Самое шикарное в таком виде отдыха, что на этой своей даче можно встать посереть озеро в каком-нибудь укромном заливчике и заночевать. Как-то раз мы прокатились по озеру Уатага. Оно настолько огромное, что проведя на нем часа 3-4, мы и половины не увидели. Мне очень понравилось снимать с воды берег. Что-то необычное в этом есть. Чувствовать легкий бриз, касаться воды и наблюдать, покачиваясь на волнах, как пейзажи степенно сменяются. Маленькая и уютная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не спеши, успокойся и не нервничай. Не жди быстрого свершения событий и просто наслаждайся чистым воздухом, тишиной, покоем. Помимо моей творческой работы в мастерской, довольно много делаю всякого за компьютером. Рисую, обрабатываю отснятый материал, вкусно ем. Стараюсь много гулять и немного заниматься спортом, чтобы укрепить спину. У кузнецов со спиной вечные проблемы. Начала учиться играть на местном инструменте. Называется Mountain Dalsimer. По-нашему просто дульцимер. Этот мне подарила Дженнифер, большая поклонница музыки, по профессии учительница испанского. Она рассказала, что инструмент изготовил старый известный мастер в 20 веке. Долгое время этот дульцимер находился в музее и был в плачевном состоянии. Но друг Дженнифер отреставрировал его, вдохнув в новую жизнь. Мне безумно приятно учиться играть на таком инструменте. Хоть успехи пока небольшие. Появилось время и силы на украшение жилища. Создаю всякие полки, светильники. Артем занимается крупными переделками. Продолжение следует... Куда я делал? Дай мне дудку. Спасибо. И мою доктор Перги. Опять не снимаешь? Чего ты бесился? Ты становишься? Сейчас да. Начинаю. Вот поэтому. В итоге он все переделал иначе, потому что так явно не годилось. С деревом до этого мало работало. Учусь пользоваться торцовкой. Смотришь, вот здесь параллельно. Через цепля есть. Значит, вот такое расстояние можно быть. Первый раз он трудный самый. Но интересно. Хотелось бы освоить и другие ремесла, помимо ковки. Чтобы при необходимости совмещать и выглядело бы это достойно. Хорошо, что у меня есть терпеливый учитель, готовый сюда хоть чего объяснить. Ну, пока так. Сойдет для первого раза. Больше всего мне не нравится бегать вверх-вниз по пустякам. Вот так забудешь что-нибудь внизу и бежишь. А потом язык на плечо и карабкаешься обратно. Скучать не приходится. Вместе другие виды досуга. Поехать в большой город, отведать вкусные еды в ресторане, прогуляться по оживленным улицам. Эти фрагменты из Гринвилла, что в Южной Каролине. Сын Нэнси Майка и его девушка Кейла пригласили нас посетить город, в котором они жили какое-то время. Контраст с тихой глубинкой ощущался остро. Все-таки мне жизнь на природе, в покое и тишине ближе, чем суета мегаполиса со всеми его тусовками. Однако, наша основная цель визита не посещение Гринвилла. Ребята позвали нас на футбольный матч в соседнем городе Клемсоне, где располагается одноименный университет. Основан он в 1889 году и насчитывает в среднем 20 тысяч студентов бакалавриата и 5,5 тысяч аспирантов за семестр. Мы не ожидали, что у студентов здесь такая роскошная жизнь. Учебные корпуса снаружи напоминают музей. И не зря. Кампус университета Клемсона под названием Форт Хилл первоначально был местом расположения плантации вице-президента США Джона Кей Калхуна. Некоторые здания сохранились аж с момента основания университета. Ардин Холл построен в 1890 году. Главное здание позже переименовано в Тилман Холл 1894 и Готфри Холл 1898. Другие периоды значительного расширения пришлись на 1936-38 годы, когда было построено 8 новых зданий, а в 50-70-х было построено не менее 25 новых зданий, большинство в схожем архитектурном стиле. Студенты живут в шикарных апартаментах в малоэтажных домах. Около библиотеки пруд с фонтанами. Еще университету принадлежит Клемсоновский экспериментальный лес площадью 17 тысяч с половиной акров. Это примерно 7 тысяч гектар, которые используются для научных исследований, образования и отдыха. И для студенческих шалостей тоже, конечно же. Изучают тут широкий спектр специальностей. От сельского и лесного хозяйства до искусства, архитектуры, инженерии и еще многое другое. У студентов в распоряжении места для отдыха, всякие кафе, поле для классического футбола, баскетбольный стадион. Но самая главная гордость Клемсоновского университета – мемориальный футбольный стадион. В день игры тысячи фанатов приехали поддержать любимую команду «Тигры». Как вы догадались, вокруг этой темы строится весь дизайн-код универа. Все в рыже-фиолетовых цветах, а логотип – след лапы «Тигра». Американский футбол в США – это неотъемлемая часть культуры. Местная студенческая команда «Тигры» существует аж с 1896 года, и она поистине легендарна в своих заслугах. Участвует в соревнованиях по футболу, Национальной ассоциации студенческого спорта и конференции Атлантического побережья. Имеет 18 чемпионств в конференциях, 5 непобежденных сезонов и 2 чемпионских титула в дивизионах. Подготовила 68 всеамериканцев, 15 академических всеамериканцев и 169 игроков НФЛ. Шесть членов Клемсон были введены в зал славы футбола колледжа. Стадионы вправду исполинский. Начали его строить аж в 1941 году. В 1942 он был открыт и насчитывал 20 500 мест. С годами постепенно расширялся, и сейчас максимальная вместимость – 81 500 человек. Ого! Строительство завершилось в 2009. В 1999 году зафиксировано максимальное количество зрителей – 86 000, что, согласитесь, нехило так. Я впервые на столь масштабном мероприятии. Вникала в правила игры в американский футбол по ходу дела. Больше всего поразила важность и помпезность мероприятия. Все с размахом, много душесчипательных моментов, в гостях на игре ветераны войны, футбольные звезды-выходцы из Клемсона, люди, вылеченные от рака благодаря сбору средств и многие другие. В перерывах выступает оркестр и чирлидерши. Футболисты имеют перспективы в профессиональном спорте. И все это – студенты рядового универа. Не понравился один момент, с какой агрессией фанаты «Тигров» реагировали на команду соперников, которые приехали гостями на игру, привезя ничтожно мало людей для поддержки. Неспортивное поведение, в общем. Откуда же университета такие богатства? Студенты, которые во взрослой жизни разбогатели, жертвуют деньги своей «Альма-Матер». Считается почетным отблагодарить заведение, давшее тебе образование и билет в полноценную жизнь. Универы эти пожертвования не просто тратят, а инвестируют в акции, так что у него есть капитал. Для этого даже существует специальный отдел по финансам, который занимается вложением средств. Иногда я думаю о насущном, что наша жизнь так быстротечна. А мы тратим ее на достижение каких-то совершенно глупых целей, которые оговорены между нами, людьми. Между признанием, деньгами и счастьем у нас автоматически стоит знак «равно». Считается, что когда получишь любовь людей и кучу денег в придачу, станешь счастливым. Но на деле это же не так работает. Как я наблюдаю, люди, которые ставят для себя на первое место в жизни достижение этого всего, получая оное в итоге, не чувствуют себя счастливыми. Нет вообще понимания, а что дальше? Цель достигнута. Но ведь таким путем мы не учимся быть счастливыми. Мы изнашиваемся как физически, так и морально. Проходят годы. Нам плохо, пусто и одиноко. И что теперь делать со всей этой славой и деньгами? Если вокруг говорят, что вот теперь-то ты счастлив, наслаждайся. Завидуют тебе и хотят быть рядом. А ты ничего не чувствуешь, кроме страха все это потерять и дикой усталости. Голодным до успеха людям всегда мало. Взять тех же блогеров. Одинаково ноют те, у кого сто подписчиков. И те, у кого десятки. Сотни тысяч. Это что же получается? Если тобой восхищаются и тебя любят несколько человек, тебе в этот же миг мало. И надо, чтобы любила больше. А те немногие, что вокруг тебя уже не в счет, что ли? Неужели ценность даже одного внимающего тебе человека должна померкнуть? Ведь в сравнении с другими успешными людьми этого кажется недостаточно. А мало будет казаться всегда. Можно проследить за этим, как с годами ты потихоньку развиваешься в том или ином направлении, но продолжаешь себя чморить и подстегивать, двигаться дальше. С одной стороны, вроде хорошо, движение. А с другой, мы же так и привыкаем к вечному движению, не умея насладиться плодами своих трудов. Зачем тогда это все? На смертном адрес сказать, зато я был крут, и испустить дух, так и не пожив в состоянии покоя этой самой крутости. Я не хочу так, хоть я ничем не отличаюсь от остальных. Я так же бегу куда-то, пытаюсь чего-то добиться, чтобы мой голос был услышан, запомниться хоть чем-то. Но на этом пути уже чувствую какой-то подвох. Не в ту сторону я хочу идти на самом деле. А идти я хочу к красоте, покою, чистоте ощущений. Жить в моменте, наслаждаться природой. Наблюдать течение времени. В городе тебя закручивает водоворот событий. Там ты проникаешься людьми и движухами, связанными с ними. Но в глуши все совсем иначе. Обостряется восприятие того, что вокруг. Ты слышишь журчание воды. Чувствуешь запах, исходящий от земли. Греешь лицо в ласковом тепле ночного костра. Замираешь, боясь вспомнить дикого зверя, подпустившего тебя совсем близко. Вдыхаешь пряный ветер, который убаюкивает в ночи. Эти чувства ни с чем не сравнимы. Они затмевают радость шумных встреч и манящие удобства больших городов. Люди здесь счастливы. По крайней мере, те, кого я встретила. Они не несут тяжкий след страданий, страхов за свою жизнь и будущее. Все здесь пропитано какой-то легкостью, прослабленностью. А в 50 лет жизнь только начинается. Люди путешествуют, осваивают новые профессии, занимаются спортом, устраивают вечеринки. Многие из них не выглядят на свой возраст. В чем секрет столь неспешной жизни, я пока не знаю. Но хотела бы в их возрасте быть такой же активной, бурлящей энергией и страстью в жизни. Это впечатляет, будто попадаешь в совершенно другой мир, влияние которого уже ощущается. Ведь впервые за много лет действительно хочется никуда не спешить и просто жить в свое удовольствие. Как будто ты в бессрочном отпуске. Способность видеть мир с незатуманенным взором открывает много нового. Показывает человеческую натуру с ранее неизветанной стороны. А еще оно делает тебя голодным до исследования. И это главное сокровище. Двигаться, жадно впитывая красоту. Чувствовать ценность жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok